Приветствую вас со стороны. Кажется, что у девочки просто проявление такого, знаете, юнического максимализма. То есть увлечение подобными вещами это не более чем увлечение, как чем-то таким одобретенным, странным, таким немного обычным, таинственным, может быть, и так далее. То есть за этим ничего не стоит, за этим ничего не кроется. И, соответственно, переживать за девочкой не стоит. То есть есть люди, которые в этом видят что-то прекрасно, что-то романтично. И современное, да и предыдущее поколение молодых людей в этом возрасте, вообще-то говоря, очень часто этим увлекали. Ну и добраться на это, как такая мода, субкультура, альтернативная культура. На душевышленном состоянии это может и не сказываться. Но вот если девочка находится в паникшем настроении, и, как вы говорите, именно паникшем, то, конечно, здесь имеет смысл проскинуть мозгами, вот, и подумать о том, кто есть она, кто есть девочка, и нужна ли ей, может быть, помощь какая-нибудь. То есть, ну, требуется ли ей какая-нибудь, какая-то помощь. Ну, тут просто, как правило, в такие моменты желательно просто быть рядом, да, то есть можно даже ничего не говорить вообще. это необязательно абсолютно, можно ничего не говорить. То есть, если вы просто, вот, на момент девочка рядом, то этого достаточно достаточно, вот. Просто делать чем-то, и развлекать, отвлекать, там, и так далее, большего не нужно. Вот. То есть, совершенно точно, что строить героев или героя из себя не надо. Вот. На этой дистанции можете периодически девочку куда-то приглашать, стараться ее знакомить с кем-нибудь. с кем-нибудь, как-нибудь, где-нибудь, вот, чтобы она общалась с кем-то. Вот. По большому счету, я думаю, что этого вполне достаточно. Вот. На этом, в принципе, можно закончить мой ответ, потому что, больше добавить нечего, потому что уже было сказано мной. Вот. Значит. Вы можете присматривать за ней, да, присматривать за ее настроением, и если видите ее поникшую, то, соответственно, найдите возможность для нее, для девушки, как-то свою энергию выплеснуть. То есть, вот, основная проблема, да, проблема поникших людей заключается в том, что они не могут как-то вот свою энергию выплеснуть, выплеснуть. То есть, они вроде бы хотят это сделать, вроде бы у них есть, ну, желание для этого, вроде бы, есть потребность, да, но при этом нет, нету никаких возможностей, и вот очень часто тонкость, самая такая вот важная тонкость состоит в том, чтобы помочь, чтобы помочь человеку найти для себя способ реализации этой энергии. Вот. И по большому счету, по большому счету, это единственное, что вы сами можете сделать для девушки. Это единственное. если она вам симпатична, если она вам нравится, соответственно, никто не мешает вам с ней сближаться, сближайтесь, но только имейте в виду, опять же, что вы на работе, и это может сказаться на рабочем процессе. Ну, ваше. если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. .